Угличская земля и в первую очередь администрации Угличского муниципального округа и команды предпринимателей, возглавляемой Игорем Романовым. Нет ничего красивее зимних видов спорта. Это хоккей, это мотокросс, это соревнования на снегоходах. И вот это сочетание, любовь к технике и спортивный азарт – это то, что сегодня по душе молодежи. Я желаю, чтобы спорт вошел в каждую семью, чтобы спортсменами стала вся молодежь, все юноши и девушки. И сегодняшнее мероприятие – стимул к этому. Потому что спорт – это характер, а без характера сегодня делать нечего. Первый день старт был дан для участников Кубка города по мотоциклетному спорту. 27 участников из 7 городов, в том числе и 7 угличан, состязались в двух классах – ЧЗ и Свободном. В классе ЧЗ удача могла улыбнуться нашему гонщику Алексеевскому Арохову, но техническая неполадка отбросила его в середину таблицы. А победил в этих соревнованиях мастер спорта Валерий Бочкарев из Костромы. На втором месте Алексей Малышев из Ярославля, а на третьем – представитель города Шуи Владимир Лапцов. А вот в свободном классе ярославец Игорь Бурмистров, представляющий наш город, занял третье место, а выиграл заезд Александр Колотушкин из Иваново. В командном зачете угличане на третьем месте Костромичи на втором, а победа досталась гонщикам Иванова. Приз зрительских симпатий был вручен Михаилу Маклакову и Алексею Скомарохову. Трасса, конечно, соответствует стандартам. Понравилось, здорово понравилось. Не уступает нисколько зимним трассам многих городов. Но я считаю, у меня получилась сама гонка, и старт, и в процессе получилось. Ну, конечно, единственное, подводит, в частности, техника, технические нюансы, такие мелочи, как финансовые проблемы у нас, мешают хорошему выступлению. На первой трассе также газовая ручка клинит, которой не хватает тоже. Тут такие финансовые вложения произошли по мотоциклу, в частности, по технике. И колеса, и все, практически на свои деньги покупаем. И не хватает финансов приобрести даже необходимые вещи, как газовую ручку, которая, в частности, не дает финишировать первым. Так, конечно, чувствую, что сильнее соперников. Даже на нашей гонке сейчас выступал чемпион России по хобби, который занял первое место в России. Он сейчас был четвертым, а я в процессе гонки был первым. Но ручка не позволила мне финишировать. Кстати, о соперниках. Соперники, конечно, очень сильно, так как мастера спорта у нас. В заезде, по-моему, больше 20 человек было. И, в частности, около 7, что ли, мастера спорта. А мы без разряда, скажем так. Но в будущем мы хотим на чемпионате России выступить. Я вот в том году был седьмым. В этом году, конечно, я хочу более выше войти в тройку. А на ваш взгляд, что зрелищнее, летний мотокросс или зимний? Я хотел бы отметить, значит, да, и летний мотокросс, и зимний. Он отличается многим. Летняя скорость, конечно, очень выше трамплины. Более, я уже заметил, скоростнее зимой. Скажем, вот я уже повторюсь, что первый по России сейчас зимой он не едет. Просто-напросто он четвертое место занял здесь. И специфичная трасса очень зимняя. То есть очень сложнее намного выступать зимой. Очень скользко и скорости меньше. И прыжки меньше, но очень сложнее, чем летом. Мы желаем вам успехов, хороших трасс, хорошей тесны. Спасибо, спасибо. Главное, конечно, если нас город поддержит, у нас будет, я думаю, все отлично. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!